Библейский портал экзегет.ру представляет Приветствуем вас, дорогие братья и сестры, на библейском портале экзегет. Вместе с вами мы читаем и комментируем Евангелие от Матфея. Сегодня у нас 18 глава. В то время ученики приступили к Иисусу и сказали, кто больше в Царстве Небесном? Из чего вдруг родился такой вопрос? Дело в том, что в предыдущей главе, мы уже читали, добавим, что деление на глав – это позднее время. Когда Матфей записывал, то там ничего не разделялось. И вот был сплошной такой текст. И Матфей описывает про то, как к Петру подходили собиратели дидрахм, налога на храм Соломонов, ветхозаветный храм, и спрашивали, даст ли ваш учитель. И потом, значит, Спаситель говорит, что дай им за себя и за меня. И получается так, что перед этим Спаситель выделяет трёх учеников, которые свидетели преображения Господня на горе Фавор. А потом вообще одного ученика выделяет Петра и говорит, что за себя и за меня дай подать. То есть как бы подать одинаково за нас двоих. И отсюда и резонный вопрос, а кто вообще больше? Христос свидетельствует о Царстве Божьем, о Царстве Небесном. Соответственно, ученики думают, что вот кто-то из них, непременно кто-то больше в Царстве Небесном. И вот кто же? То есть они вот хотят прояснить. А какой ответ даёт им Спаситель? Иисус, призвав дитя, поставил его посреди них и сказал, «Истинно говорю вам, если не обратитесь и не будете, как дети, не войдёте в Царство Небесное». И так, кто умалится, как это дитя, тот и больше в Царстве Небесном. Ответ Спасителя для учеников, конечно, совершенно неожиданный. Оказывается, вот вы обратитесь и будьте, как дети. Что значит обратитесь? А это значит, что все мы и ученики Христовы в то же самое время, когда они спрашивали, они были охвачены вот таким вот мнением о себе, возрастанием внутреннего своего «я», что вот рядом Христос, Спаситель, который чудеса удивительные творит. А вот поскольку я вблизи, то я, значит, особенный человек, не такой, как прочие грешники, прелюбодеи, мытари, блудники. И, значит, а вот у нас целый круг. Ну, может быть, и с нас тоже кто-то есть. И вот чем больше они считаются и себя отделяют от других, тем больше растёт вот своё «я». И такой человек, он в духовном смысле что-то утрачивает, потому что нет смирения. И Спаситель ставит в пример простого ребёнка. А чем действительно отличается ребёнок? Ну, понимаю, что там его детей, конечно, бывают и капризы, и всё такое. Но вот когда, допустим, ребёнок возрастает, и вот четыре года ему, когда в нём что-то вот вдруг раскрывается, и он становится очень открытым своим родителям. Открытый, доверчивый именно родителей. Вот таким же открытым Богу и доверчивым Богу, что Господь ничего тебе плохого не попустит, как твой небесный Отец. И у детей нет лукавства, у них нет довулечия, у них нет какой-то вот чрезмерной, скажем так, вот обидчивости. Да, дети там могут обижаться, но достаточно быстро они от всего этого отходят и возвращаются к своему простому открытому нраву. Нет лукавства, да, вот эта не лукавость, простота. И когда дети друг с другом очень, ну, даже чуть вот они только поссорились, проходит сколько-то там минут, и вдруг они уже вместе играют, все так же делятся игрушками. И вот этот пример такой детской простоты, незлобивости, открытости и не лукавства, и ставит Спаситель как пример для подражания всем его ученикам. Вот святитель Игнатий Бринчанинов, когда говорил, как вот правильно научиться молиться, да, он, конечно, давал там советы, это, что заключая ум слова молитвы по принципу преподобного Иоанна Лесвичника, а сердце оно пусть сочувствует уму, да, как вот проникаясь чувствами в молитве покаяния, благоговения и смирения. А ум внимательно следит за словами. Но при этом он так говорил, что вот пусть молитва твоя будет как простое вот детское слово, обращенное к родителю, когда ребенку плохо, он прибегает и сразу же все, как есть, вот говорит простыми словами, то есть никакого витийства, никакого излишнего красноречия. Вот так и в молитве нашей должно быть как вот вздох от сердца, вот Господи помоги, или Боже, прости меня грешного, Господи Боже, очисти, спаси меня грешного. То есть очень простая такая должна быть молитва от искреннего, открытого сердца вот по образу такой детской искренности. Иначе не обратитесь, да, если не обратитесь, не будьте как дети, то не войдете в Царство Небесное. Итак, кто умалится, как это дитя, тот и больше в Царстве Небесном. «И кто примет одно такое дитя во имя мое, тот меня принимает. А кто соблазнит одного из малых сих, верующих в меня, тому лучше было бы, если бы повесили ему мельничный жернов на шею и потопили его во глубине морской». Вот тут, конечно, можно и в буквальном смысле понимать, да, что действительно кто-то, допустим, детей принимает, ну, скажем, сирот, да, или усыновляет, и во имя Христова это делает. А кто-то учит греху, да, или соблазняет, то есть некие вот жуткие вещи. А можно понимать в таком более широком плане, потому что по толкованию ряда отцов в Церкви здесь речь и уже идет в том числе и о христианах, как детях Христовых, да, и вот, значит, кто принимает ученика Христова во имя Христова, тот принимает самого Христа. А вот кто соблазнит одного из малых сих, «малые сии», сказано, спаситель говорит, «не бойся малое стадо», да, то есть малыми, называется в том числе и ученики Христовы. Тому было бы лучше, если бы повесили мельничный жернов на шее и потопили его во глубине морской. Но речь спасителя, конечно, образная, не для того, чтобы там какие-то инквизиции устраивали, а он говорит, что грех соблазна настолько тяжек, что лучше бы, если бы ты вот сам пострадал и сам претерпел смерть, нежели чтобы ты кого-то научил греху. Почему? Потому что грех тяжелый, соблазн, он ввергает другого человека в духовную смерть и может погубить его для вечности. Тяжесть греха соблазна, она сугубая тяжесть. То есть не только ты, допустим, блудник, но ты научил блуду другого. А может быть, у него были там какие-то целомудренные, чистые порывы, да, и вот ты его, ты не только сам нагрешил, но ты увеличил свой грех тем, что научил греху другого. И бывает даже так, что вот ты сам через какое-то время покаешься, исправишься, но исправить того человека, которого ты соблазнил и который уже живет во грехе, ты зачастую не можешь. То есть грех, соблазн, он тем страшен, что потом он уже неконтролируем для тебя. То есть ты можешь работать над своим исправлением, но не можешь исправить того, кого ты научил греху. Вот в этом смысле, конечно, вообще грех, соблазн – это самый великий грех, и лучше бы тебе самому пострадать, нежели увлечь кого-то в бездну соблазна. «Горе миру от соблазнов, ибо надобно прийти соблазнам». То есть Спаситель, это как некий факт, признает, что хочешь не хочешь, но мир уже лежит во зле, и дьявол искушает людей, подкидывает свои какие-то искушения, но все по-разному на это реагируют. И кто-то увлекается, и не просто увлекается, но становится передатчиком вот этого сатанинского действия, сатанинского соблазна в мир людей. То есть он как проводник воли дьявольской. Есть люди, как проводники воли Божией, которые живут свято и приобщают людей других к святости. Говорят, посмотри, как вот красиво, прекрасно, когда человек приобщен к благодати Божией. А есть те, которые как проводники дьявола. И все это начинается очень просто. Ну вот ты попробуй, покури, или выпей вместе со мной, смотри, как все это здорово, а вот гляди, какие есть там чувственные удовольствия и так далее. И все это вот и есть, что стихия греха, в которой пребывает мир, но горе тому человеку, через которого соблазн приходит. Повторим, почему так? Вот этот святитель Тихон Задонский, он об этом говорил, что любой грех можно исправить своим покаянием, но грех соблазна исправить очень трудно. Ну представьте, что если там какой-нибудь блогер, вот он учил всех там людей, я не знаю, там блуду или еще чему-то, потом вот прожил он так вот 30 лет, и вдруг, что же это я делаю? Покаялся, пошел в церковь, раскаивался в этом. А как он тех-то исправит людей, которых он 30 лет учил этим блудным грехам? Он за них уже не отвечает. Он им передал эстафету греха, он сам вроде бы отошел от этого, раскаившись, обратившись к Богу. Но последствия его грехов, они действуют, они продолжают жить в тех, кого он соблазнил. И в этом смысле на него все равно падает ответственность. Соблазн – это сугубая ответственность. И поэтому дальше Спаситель говорит, насколько важно от самого себя отсекать соблазна. То есть если ты отсечешь от себя соблазн, значит ты не передашь этот соблазн другим. Если же рука твоя или нога твоя соблазняет тебя, отсеки их и брось от себя. Лучше войти тебе в жизнь без руки или без ноги, нежели с двумя руками и с двумя ногами быть вержену в огонь вечный. И если глаз твой соблазняет тебя, вырви его и брось от себя, лучше тебе с одним глазом войти в жизнь, нежели с двумя глазами быть вержену в гиенну огненную. Это, конечно, такая образная речь. Почему Спаситель ее употребляет? Для того, чтобы какую-то встряску сделать тем, кто будет впоследствии слышать. Потому что образная речь, тем более с такими устрашающими словами, соблазняет тебя рука или нога, отсеки их и бросить. Ну, а как они соблазняют? Ну, когда уже человек привык, допустим, к какому-то греху, рука сама к бутылке тянется. Ну, тут, конечно, надо не руку рубить, потому что, если в душе вот эта вот потребность, а имеется в виду, что отсечь свое внутреннее желание, которое настолько тяжело отсечь, что вот кажется человек, что он, если не удовлетворит этой страсти, вина пить, наркомании, да и блудной страсти, ему кажется, что он, если не удовлетворит, он как будто умрет. Никто еще не умер от того, что он там перестал пить или перестал блудить, а в момент страсти кажется, что вот это что-то жизненно важное. Спаситель говорит, что ты вот это отсеки, брось от себя. Вот одна женщина, она рассказывала, как она по молодости еще, будучи не очень выцерковленной, она увлеклась там другим мужчиной, а у того, оказывается, семья уже была и настолько казалось, что он родной для нее человек, как бы часть ее, и она даже как будто чувствовала на расстоянии его состояние. А потом вдруг ее как что-то осенило, что что же я такое делаю, у него там и семья, и вот тут получается служение страсти, я, говорит, упала на колени перед иконой, говорит, Господи, прости меня грешно, и в тот же день, собрав вещи, просто уехала в другой город, без всякой там связи с ним телефоны и так далее. То есть вот человек отсек и все, и больше этой страсти уже не было. Вот так и здесь, да, кто-то, например, очень попадается на соблазнах через интернет, где вот он действительно смотрит глазами, и там тоже вот всякие вот эти вот и блудные искушения и так далее, он ему не может как будто с этим расстаться, и вот тут действительно как будто надо вот вырвать вот этот вот глаз, а именно привязанность к этим соблазнам и бросить от себя. А в святителе Игнатии он так говорил, что всякая греховная страсть, которая вошла в человека, она кажется, что как будто вот его жизненная такая принадлежность, как действительно, как часть его тела, которое живет, и как будто он не может без этого. И когда ты пытаешься отсекать страсть от себя, то это больно, как будто ты режешь себя по живому телу, или как будто ты вырываешь что-то из себя. А это из-за того, что грех, он сроднился с нашей природой, с нашим естеством, но если мы его не вырубим из себя, он просто погубит. Он, как какая-то вот черная проказа, изъест все тело, ну, точнее, душу нашу изъест и уведет с собой там куда-то в глубины преисподней. Поэтому вот спаситель говорит, что нужна такая вот решительный, нужен разрыв, и у каждого эти страсти, они какие-то свои. И должен настать такой момент, когда человек говорит уже, нет, лучше я вот умру, но не согрешу, лучше вот я последую за Богом, нежели буду поддаваться этим страстям. И дальше спаситель возвращается опять-таки к детям, и дети, они тоже вот как образ христиан. Смотрите, не презирайте ни одного из малых сих, ибо говорю вам, что ангелы их на небесах всегда видят лицо Отца Моего Небесного. Даже у самого маленького ребенка есть святой ангел-хранитель. И каждому ангелу-хранителю, хотя вроде бы он здесь на земле, опекая маленького ребенка, ангелу-хранителю открыто лицо Отца Небесного. То есть есть непосредственный доступ к Богу Небесному. И поэтому ангелы ходатайствуют о своих подопечных, которые на земле. А ходатайство, оно к небесам восходит. И вот так вот, если образно относить это ко всем христианам, какие бы ни были гонения на христиан, как на детей Божьих, вы главное помните, что есть ангелы, которые всегда вас опекают, и которые всегда предстоят пред Отцом Небесным. Ибо Сын Человеческий пришел взыскать и спасти погибшее. Как вам кажется, если бы у кого было сто овец, и одна из них заблудилась, то не оставит ли он 99 в горах, и не пойдет ли искать заблудившуюся? И если случится найти ее, то истинно говорю вам, он радуется о ней более, нежели о 99 незаблудившихся. Так нет воли Отца вашего Небесного, чтобы погиб один из малых сих. Здесь Господь говорит о том, что у Бога, в его творении, нет ничего незначительного и настолько маленького, чтобы оно не было нужно Богу. И самый маленький ребенок, который вот где-то родился, допустим, и он прожил, например, не так много. Мы знаем, что были такие периоды исторические, когда детская смертность, она была очень высока. Но это не значит, что ребенок отвергнут Богом, или что он не нужен, потому что для Бога важен вообще каждый человек. Ну, просто Господь знает, когда призывать кого лучше в свой небесный мир. И это относится вообще ко всем существам. То есть, если, допустим, один человек отбился от Церкви Христовой, как вот та овечка заблудилась и ушла куда-то, то Спаситель... Вот здесь это притча о добром пастыре, так она называется. Ведь он... Почему этот пастырь добрый? Потому что он ради одной овечки предпринимает вот особый труд, труд поиска. Вначале надо отыскать эту овечку, потом, значит, надо взять ее на плечи, вернуться к стаду, где 99 незаблудившихся овец, и вот присоединить ее к стаду. И вот такой заблудившейся овечкой было все человечество. Вот иногда святые, они даже как бы относительно буквально сравнивали это, что вот ангельский мир, он как вот эти 99 овец незаблудившихся, а человечество как одна овечка. И может быть ангельских сил вот этих, там Херувимы, Серафимы, престолы, господство силы власти, начало ангелы и архангелы, может быть их настолько много, что их как вот в сто раз больше, чем все человечество, которое за всю историю, там миллиарды и триллионы родившихся людей. Но люди сравнительно с ангелами малы, и они заблудились. Поэтому Спаситель, он оставив горний небесный мир, пришел на землю и стал сыном человеческим. Именно он воплотился не в ангельском естестве, а в естестве человеческом. Поэтому и в этой притче он говорит, что сын человеческий пришел взыскать и спасти погибшие. Вот такова забота Господа о людях, и нет того, кто не важен для Господа. Даже самые малые, там, и заблудившийся человек, он тоже имеет ценность. А дальше Спаситель как бы предлагает такие вот наставления о том, как нам самим не терять наших ближних. И пытаться, в общем-то, всегда искать вот некое его примирение. Но бывают такие вот случаи, когда, конечно, ситуации, они очень и очень острые. Спаситель говорит, «Если же согрешит против тебя брат твой, пойди и обличи его между тобою и им одним. Если послушает тебя, то приобрел ты брата твоего. Если же не послушает, возьми с собою еще одного или двух, дабы устами двух или трех свидетелей подтвердилось всякое слово. Если же не послушает их, скажи церкви. А если и церкви не послушает, то добудет он тебе, как язычник и мытарь». О чем идет речь? О том, что не нужно сразу отвергать заблудившегося. Например, если кто-то вдруг клевещет на тебя, поливает грязью, то не нужно сразу сходу разрывать с ним все отношения, а поначалу ты все-таки с ним поговори по душам. Попробуй найти обычный такой человеческий контакт, потому что в простой искренней беседе все можно разрешить. Если он прислушается, то ты приобрел. Если нет, то возьми одного или двух, дабы устами двух или трех свидетелей подтвердилось всякое слово. То есть попробуй вразумить в том числе и через людей. Ну, буквально, если тут, то не просто через людей вразумить его, а чтобы они вместе с тобой как бы засвидетельствовали. Вот это, кстати, и в церковно-каноническом праве оно тоже присутствует, что не сразу человек, который еретичествует, что он прям сразу отсекается. Сначала его увещают, и увещают очень много, и собираются еще там свидетели, которые пытаются человека как-то вот образумить. А потом, если он все-таки погряз в каких-то, ну, там, или сектанских, еретических высказываниях, или он постоянно насмехается над церковью, и если вразумление не действует, то его отсекают от церковного общения. Значит, да, если не послушает их двух или трех свидетелей, скажи церкви, церкви, экклесии, то есть собрание, церковное собрание. А если и церкви не послушает, то добудет он тебе как язычник и мытарь. Истинно говорю вам, что вы свяжете на земле, то будет связано на небе. И что разрешите на земле, то будет разрешено на небе. То есть, вот, церкви дана власть вязать и решить. И поэтому очень важно все-таки вот хранить мир с церковью, ведь люди, которые выступают против церкви, они не понимают, что вредят своим бессмертным душам. А дальше спаситель, как бы вот отталкиваясь от этого понятия церкви, церковного собрания, говорит, истинно также говорю вам, что если двое из вас согласятся на земле просить о всяком деле, то чего бы не попросили, будет им от Отца моего небесного. Ибо где двое или трое собраны во имя мое, там я посреди них. Святой Иоанн Кронштадтский, он об этом в своих дневниках пишет, причем ведь часто Господь просто вроде бы его отдельную молитву исполнял, но он при этом и говорит, что как оказывается сильна молитва, когда просят двое или трое по слову Христову, что там я посреди них. Это имеется в виду, конечно, вот те православные христиане, которые живут церковной жизнью, и они вместе собираются, чтобы что-то вот вымолить у Господа. И, как правило, такая молитва, она действительно бывает особенно сильной. Ну, почему так? Потому что ты не просто вот сам по себе, и ты уже не можешь приписывать себе исполнение этих молитв, что ты вот там чудотворец или такой великий молитвенник пред Богом, а это общее церковное моление. И тогда Господь вот ради единства, вот часто люди ссорятся, и, к сожалению, христиане, а когда единство и совместные молитвы, то тут и смирение, и любовь друг к другу, и молитва такая, она становится особенно сильной. Господь исполняет. Тогда Петр приступил к нему и сказал, Господи, сколько раз прощать брату моему, согрешающему против меня? До семи ли раз? Ну, вот тут, значит, уже говорилось про то, что брат там согрешит, и так далее. До семи ли раз прощать? Это вот у фарисеев четкий такой отсчет велся, сколько там раз, ну, чтобы лишний раз там вдруг не получилось, что ты простил, кого не надо. И вот сколько раз прощать брата ему, согрешающим против меня? До семи ли раз? Иисус говорит ему, не говорю тебе до семи, но до седмижды семидесяти раз. До седмижды семидесяти, то есть четыреста девяносто. Конечно, речь не о том, что вот надо там ходить в течение дня и считать, а, ну, на самом деле, вряд ли кто-то будет там четыреста девяносто раз ссориться, или чтобы тебе там кто-то четыреста девяносто раз досадил, и ты его прощал-прощал, а на четыреста девяносто первой решил уже не прощать, потому что вроде дозволено. Спаситель говорит, что всегда. Вот. Брат согрешает, и внутренне не нужно держать злобы никогда на него, потому что, когда мы держим злобу на кого-то, то мы сами себя и погружаем в дух злобы, а это дух не Христов. И не случайно духами злобы поднебесной называют демонов. Если таким духом одержим человек, то он поддается демоническому влиянию. Надо прощать, а как же там сказано, что если повесь в церкви, если церкви не послушать, то пусть как язычник и тарь. А это именно когда речь идет о какой-то деструктивной деятельности такого человека, который все время кого-то соблазняет, что их хочешь не хочешь, надо сторониться. И бывает такое, что даже среди родственников кто-то увлекается каким-то соблазном, и придется его все равно сторониться, чтобы тебя в это не вовлекли. Но внутренне держать зла на него не надо. То есть ты должен прощать и молиться о нем, чтобы его Господь тоже, как ту заблудившуюся овечку, взыскал и принес к стаду, к 99 незаблудившимся овечкам. И все это в одной главе, то есть все это вместе взаимосвязано. «Посему царство небесное, подобно царю», тут притчу спасителя рассказывает, «подобно царю, который захотелся считаться с рабами своими, когда начал он считаться, приведен был к нему некто, который должен был ему 10 тысяч талантов». Талант – это вес серебра, это 26 килограмм. И представьте, что сумма просто непомерная. 10 тысяч умножить на 26 килограмм. Такая сумма, которую никогда ты не сможешь вернуть. Вот он должен был государю. А как он не имел чем заплатить, то государь его приказал продать его и жену его, и детей, и все, что он имел, и заплатить. Ну и все равно бы не расплатилось, и все там распродаж, и все в рабство пойдут. Это было такое, что если не могли расплатиться, то могли на время себя, допустим, продать в рабство. И все ты бесплатно выполняешь, а это все как бы идет в покрытие долга. Это те древние времена. Очень жесткие. Ну и сейчас, в общем-то, они не настолько легкие. «Тогда раб тот пал и, кланясь ему, говорил, «Государь, потерпи на мне, и все тебе заплачу». Государь, умилосердившись над рабом тем, отпустил его, и долг простил ему». Он прощает исключительно из милосердия, не ожидая, что тот чего-то вот ему воздаст. А как же поступает вот этот раб, которому простили? Раб же тот, выйдя, нашел одного из товарищей своих, который должен был ему сто динариев. Ну, сумма смехотворная сравнительно с теми десятью тысячами талантов. И вдруг он проявляет странную мелочность. Значит, «И схватив его, душил, говоря, «Отдай мне, что должен». Тогда товарищ его пал к ногам его, умолял его и говорил, «Потерпи на мне, и все отдам тебе». Но тот не захотел, а пошел и посадил его в темницу, пока не отдаст долго». Это вот такая традиция была, кстати, очень долгая. И у нас в дореволюционное время долговая тюрьма, когда человек, не расплатившись долгом, садился в тюрьму, и вот пока шли дни, и долг его все снижался, 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 но от размера долга зависела длительность нахождения в этой тюрьме. Товарищи его, видев происшедшее, очень огорчились и придя, рассказали государю своему все бывшее. «Тогда государь его призывает его и говорит, злой раб, то есть вот она причина, в злом сердце человеческом, когда мы хотим, чтобы нам все прощалось, а ближним своим не хотим и малого простить. И уж простить его сейчас, конечно, ну, все человечество, оно просто залито кровью, потому что и аборты, и аборты, значит, оплачиваются с общих налогов, и женщины думают, что вот по-другому никак, а мужчины при этом говорят, а я тут вообще ни при чем, то есть я тут вообще не решаю, получается, как бы, начинают, да, устраняются, там ребенок погибает в аборте, и мужчина, он тоже виноват в этом, но при этом все как бы отстраняются, говорят, что это вот какое-то мое там мелкое прегрешение, но при этом, когда какая-то вот мелочь, кто-то оскорбил на дороге такого человека, да, ну как оскорбил, просто ему показалось, что его оскорбили, или чего-то не так показалось, тут же все взрываются, вспыхивают, требуют справедливости, и справедливость, она у каждого всегда по одному принципу, вот я прав, поэтому мне должны быть все там милости с нехождения, а другой, другой он уже не настолько прав, и люди не видят своих страшных грехов, и у каждого из нас есть такие долги перед Богом, какие-то достаточно очень большие на самом деле, надо просто внимательнее посмотреть, мы их не замечаем, но при этом хотим, чтобы другие нам тут же отплачивали добром, милосердием, милостью, мы с других требуем, и так говорит государь ему, злой раб, весь долг тот, я простил тебе, потому что ты упросил меня, не надлежало ли и тебе помиловать товарища твоего, как и я помиловал тебя, и разгневавшись, государь его отдал его истязателям, когда оставляется на человеке грех, то истязатели, бесы будут мучить его, значит, я отдал его истязателям, пока не отдаст ему всего долга, так и Отец мой Небесный поступит с вами, если не простит каждый из вас, от сердца своего, брату своему, согрешение его. Спаситель говорит нам, что недостаточно просто молиться о нашем прощении, что Господи, прости мне грехи, не взыщи их, очисти меня грешного, но также и прощать наших ближних. Если не будет прощения других людей, то молитва наша оказывается слабой, нет фундамента. А вот когда ты простил другого, то и тебе Господь тоже простит, и двери рая откроются тебе. Поэтому вот она задача для каждого из нас, для того, чтобы постараться это решить в своей жизни, прощать тех, кто перед нами был неправ, отпускать им долги, чтобы и наши собственные долги отпустились. И помолимся об этом Господу, чтобы Господь укреплял нас и даровал нам такую вот рассудительность, не требуясь других, и при этом видеть свои собственные недостатки, именно об этом молиться пред Господом. На этом 18 глава закончена. Дорогие братья и сестры, спаси вас Господь, всего вам доброго. Субтитры создавал DimaTorzok